Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас крайне занимательная модель, кварцевый скелетонизированный хронограф, чего еще ни разу не было на канале, хотя бренд этот однажды появлялся. Kenneth Cole, модель KCWGI 2123203, а приобрести эту модель вы сможете в официальном онлайн-магазине luxon.ru, а также в шоуруме в Москве по адресу 3-й улицы имского поля 28 и в магазинах сети в Санкт-Петербурге и Самаре. Адреса и телефоны вы сможете найти на сайте, ссылку на которую оставлю в описании к этому ролику, плюс по промокоду Частер зрителей моего канала будет ждать скидка 10%. Вот так часы смотрятся вблизи, действительно необычно, но по традиции начнем с чего? Правильно с корпуса. Сталь, черное PVD-покрытие, глянцевые бока, резко уходящие внизушки, распухшие такие формы. Справа же нас ждет, конечно, головка, две кнопки, отвечающие за работу хронографа, а вот уже выше, синий, это IP-покрытие, скошный рант, высокий достаточно, и сверху еще и плоское минеральное стекло, чуть выше уровня ранта. Под стеклом же циферблат, который, кстати, глубоко залегает, внешний ободок высокий, тоже синий, под стать ранту. Сам циферблат, многоуровневый и скелетонизированный, что в кварцевых часах, конечно, абсолютно редкость, ни разу такого у нас не было, по внешнему кругу это химетрическая шкала, но куда же без нее, в часах-хронографах полированы по часовой индексы со светонакопителем, и светонакопитель разместился на стрелках, на часовой, на минутной, они, кстати, в стиле карандаши выполнены, секундная стрелка, также белая, и светонакопитель на индикации 24-часовой, которая в районе трех, и на минутной стрелке хронографа, которая в районе девяти. Как вы поняли, секунды хронографа у нас в районе шести, треугольная конечная стрелка, у нас, кстати, хронограф сейчас запущен, давайте его остановим. Собственно, запуск и остановка на верхнюю кнопку, сброс на нижнюю, сброс вот такой, в ноль не резкий, проходит стрелка обратно, все круги, которые накрутила, также есть сплит-функция, это если вы, например, занимаетесь спортом, вам нужны временные отсечки, здесь такая возможность также имеется. Что приятно, скелетонизированный циферблат открывает немного нам часть механизма, в основном это все-таки белый диск нам доступен, мы видим его часть в районе шести часов, вот здесь сверху, но само окошко даты между четырьмя и пятью, 26 число, здесь читается хорошо и сама дата, и стрелки на фоне темного циферблата, за счет светонакопительного покрытия, обильно нанесенного, они, конечно, выделяются. Внутри у нас кварцевый механизм, который питается от батарейки 920, как вы поняли, хронограф до 60 минут, то есть до одного часа, но настройка максимально стандартная, два положения, можно начать как с даты, так и с времени. Стрелки очень чувствительные, резко реагируют на движение головки, смена начинается где-то в 10-10, 10-15, потихонечку мы видим диск перемещается, и ровно в 12 перещелкивается на следующее число. Давайте попробуем поменять дату, я думаю будет любопытно, посмотреть как диск у нас будет крутиться, вот смотрите, так это происходит. На самом деле, казалось бы, простое решение, очевидное и часто можно встретить в скелетонах механических с даты такое, но в кварцевых часах эта редкость, конечно, выглядит свежо и интересно. Задняя крышка, ну казалось бы, ничем не примечательно, обычная, полированная, тут у нас информация о водопроницаемости, 5 атмосфер, в часах можно даже руки помыть, информация о материалах, корпуса и браслеты, это все сталь, и брендирование. Кстати, марка Kenned Cole у нас не первый раз появляется на обзоре, если помните, тоже был скелетон механический с двойным временем, не подумайте, что все Kenned Cole скелетоны, просто действительно у них это интересно получается реализовать. А вот и светонакопитель, да, конечно, не хватает его на секундной стрелке хронографа внизу, но ничего страшного, само время читается великолепно, под разными углами, обильно нанесено, особенно на часовую и на минутную, тут вопросов никаких нет. А вот модели на запястье, отлично села по габаритам, 50, высота здесь, диаметр 44, толщина 12,5 и стальной браслет, также с черным покрытием, как и корпус, комбинация глянцевых частей матовых, ширина браслета 22 миллиметра и он, что приятно расширенный, 22 сантиметра по обхвату, обычные 20-21 браслеты, здесь он подходит и на крупные запястья, кнопочки, брендированная застежка и общий вес часов 156 граммов. Дизайнерская функциональная модель подойдет, безусловно, под спорт стиль, под casual, да, собственно, и с дизайнерскими вещами. Вообще хорошо, что в такой модели сохранили отличную читаемость циферблата и в вечернее время, и в дневное, ведь на фоне тёмного циферблата стрелки с белым цветонакопителем также отлично выделяются. Ну а в итоге отмечу, что если вы хотите себе приобрести хронограф и устали от однообразных моделей с тремя субциферблатами, с глухим циферблатом основным, то этот вариант, я думаю, как раз для вас свежо, необычно выглядит, скелетонизированность приоткрывает перед нами механизм, диск даты добавляет некой пикантности, вроде бы казалось бы обычный кварц, но превратили в нечто интересное. Что же касается цветов, то тут есть варианты и другие, если вам чёрный не нравится по каким-то причинам, то есть сталь, есть сталь с тёмным циферблатом и со светлым, обе модели 21600, чуть дешевле нашего сегодняшнего экземпляра, который стоит 23900, но не забывайте, что по промокоду ЧАСТР в магазине люкзон.ру вас будет ожидать 10% скидка. Конечно, в идеале хотелось бы, наверное, ещё видеть светонакопитель на секундной стрелке хронографа, но в любом случае не встречал я когда-то, чтобы люди в темноте, на часах засекали время, да и я таким тоже не занимаюсь. Поэтому вот модель действительно стоит отметить, как завершённую, завершённую дизайнерскую модель, что тоже не всегда бывает, уровень водонепроницаемости внутри опять атмосфер, дизайн, красивые цвета, собственно, сам хронограф и даже некая изюминка в форме скелетонизированности, всё это действительно говорит о том, что над моделью поработали, а не просто наклепали очередной хронограф. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу модели, обязательно оставьте его в комментариях под видео, и если оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, на этом всё, всем пока!